Салам алейкум, братики, салам саламчики, братанчики, я знаю о том, что многие из вас любят игры для суеты на наши телефоны, и сегодня я решил показать вам целых 5 игр, которых вы еще нигде не видели. Но перед этим я хочу напомнить вам о том, что в прошлом ролике мы разыгрывали 3000 рублей, которые получает вот этот подписчик, а если ты также хочешь получить бабки на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, написать огромное количество комментариев, итоги будут в следующем видео. Первая игрушка называется Grand Mobile City, чтобы вы понимали, это старая версия игры Real Upper City, разработчики создали эту игру ну очень давно и просто ее забросили. В этой игре имеется всего 5 машин, а именно ВАЗ-2107, бандитская девяточка, ВАЗ-2110, которую я не люблю, классическая копейка, ну и естественно четырка, куда же без нее. Вообще в этой игре присутствует довольно-таки красивая графика, но проблема в том, что тут нету вида от первого лица, хотя что мы хотим от игры 2017 года. Вообще в этой игре имеется собственная карта, но проблема в том, что она ну очень маленькая и делится всего на два города. Первый у нас какой-то скучненький и для того, чтобы попасть во второй, нам нужно переехать через вот этот мостик. Тут у нас имеется фонтан, многоэтажки, но самое интересное это тюнинг-центр, который когда-то планировали реализовать в игре, но на нее просто забили бол. После этого я решил показать вам игру, которую мне посоветовал один из подписчиков, называется она Traffic Racer 2022. Вы наверное подумали, что это обычная игра, в которой нам нужно шашковать в потоке, но нет. Вы просто посмотрите на салон машины, чего только он стоит. В этой игре имеется разнообразный автопарк, который состоит только из русских машин. Также тут вы можете очень хорошо затюнинговать свою машину, потому что система тюнинга проработана просто идеально. Честно говоря, я думал, что эта игра будет какой-то дебильной, но я ошибался. Тут вы должны шашковать на нашей тачке и за это зарабатывать бабки, а после на эти бабки покупать какие-то новые машины, открывать карты или же просто тюнинговать свою тачку. Следующей игрой у нас является проект, на котором я сам частенько играю, называется он онлайн РП. Как вы поняли, это GTA на наших телефонах, в которые вы можете поиграть вместе со своими друзьями. Первым делом мы появляемся на нашем спавне и являемся реальным бомжом. Для того, чтобы стать богатым, вам всего-то нужно ввести промокод хэштег бестик на сервере Гавайи. И благодаря нему вы получите секретную машину, а также реальные миллионы. Я ввел этот промокод и получил целых 6 миллионов рублей. Сейчас я арендую мопед и направляюсь в наш автосалон. Тут имеется огромное количество машин, но из всех мне больше всего понравилась BMW E34. Поэтому я купил эту тачку. Машина реально очень крутая, но ей не хватает тюнинга. Поэтому мы отправляемся в наш технический центр. Тюнинг тут реально очень дешевый, поэтому я покупаю все, что тут есть. Теперь у меня имеется самая крутая тачка на сервере. Обязательно скачивайте игру по ссылочке в описании и играйте вместе со мной. Не, ну от следующей игры вы реально будете в шоке. Называется она Driver's Job Online. Я только что зашел в эту игру и просто офигел. Не, ну вы посмотрите на этот огромный мир. Так же, как вы заметили, это онлайн игра и тут имеются другие игроки. Вообще в этой игре вы должны работать на наших машинах. Я выбрал себе вот такую тачку и на ней нам нужно будет добраться до клиента. Забрать его, а после довести его в пункт назначения. За это я получил бабки. В этой игре имеется дофигища машин, а именно это легковушки, джипы, автобусы и даже грузовики. Что же тут по тюнингу? Тут мы можем занизить машину, поменять колеса, ну а также изменить цвет нашей тачки. Вообще эта игра очень похожа на Евротрак Симулятор. Тут вы можете делать все, что угодно и я уверен в том, что она вам быстро не надоест. Ну и напоследок я решил показать вам ну очень крутую игру, которая 100% вам понравится. Называется она ВАЗ Краш Тест Симулятор 2. Как вы понимаете, это BeamNG Drive, но только на ваши телефоны. В этой игре нам выдается вот такая ВАЗ 2108. И как я понимаю, это единственная машина в данной игре. Да, конечно, это плохо, но вы просто посмотрите на ее детализацию. Я решил заглянуть в салон и просто офигел. Он проработан так, будто это игра на какой-то компьютер. В этой игре вы можете спокойно похасанить на нашей машине, потому что она на переднем приводе, но очень хорошо дрифтит. Но самое интересное, это наши повреждения. Вы просто посмотрите, насколько реалистично ломается наша тачка. Честно скажу, эта игра мне реально понравилась и я всем советую в нее поиграть.